Всем привет! Меня зовут Роман Нагучев, я, как известно, эксперт по Воронежу, и поэтому я приглашаю вас на часовое виртуальное путешествие по этому замечательному городу. Погнали! Ну куда ты, блядь, едешь? Сука! Мама, вызывай ГИБДД, меня машина убила возле линии на Остужево. Фура, убила меня фура на Остужево. Вызывай ГИБДД у линии. Машина меня раздавила, фура! Меня в машине! Быстро вызывай ГИБДД! Во-первых, я вас приветствую. С вами Охотники за мемами, Андрей Ильи и Камы. Мы приехали в Воронеж, а это значит... Камы, а что это значит? Да нихуя, это не значит. Мы идем на факел. И за один вест покажем две разные истории. Один будет нежиться, а другой куражиться. Просто кайф. А ты понимаешь, и вот приехать в Воронеж на матч, какой-нибудь апрельский, вернуться, и ты два раза в весну переживаешь. Ну да. Вечная весна. Ну типа... В одиночной камере. А то в Грозный тогда надо. Тут же этот... Город панк? Город панк. Интересно, здесь есть что-то про Летово? Сто пудово должно быть. Ну типа, если про горшка есть и про... Хоя есть, то про Летово, то почему не должно быть? Дамы и господа, добрый вечер. Мы в Воронеже. Я себя чувствую, знаешь, кем? Гидом ебаном. Гидом ебаном. А, нет, ты знаешь, как надо было сделать? Я себя чувствую, знаешь, кем? Гидом ебаном. Верно. Класс. Ну что ж, мы едем на центральный стадион профсоюзов. Место, где местный воронежский факел играет в футбол. Если это можем так назвать. Мы можем это так назвать? Мы можем это так назвать, потому что мы можем все. Зачем мы пришли в фитнес-клуб? Все дело в том, что только через фитнес-клуб можно попасть в VIP-ложу. Собственно, как VIP-персоны. Немножко подкачанное будем. А это реальный вход в VIP, или? Ну да, да. Здесь. Он есть и с другой стороны, но вообще вот так. Я понял. А центральный вход? Центральный вход. Или как мы сейчас пойдем вообще? А я не знаю, ребят, что вы хотите посмотреть. Вы говорите? Мы внутрянку хотим посмотреть. Давайте, давайте пройдем. Вот я вам могу показать. Сейчас мы можем зайти туда, куда заходят команды. А. Куда приезжают. Топ. Ге-гей-гей. С товарищем. Вход. Сюда команда заходит. Здрасте. А я в раздевалку хочу попасть. Не, не, не. И вообще раздевалка, не, это по... Влечение, то, конечно, можно. Ну, влечение есть, оно пока еще. Не, раздевалка, так в целом, это как бы по состоянию тренерского штаба прям закрытая территория. А бывает такое, что, допустим, матч, а тут, типа, фитнес-занятие идет? А? Фитнес какое-нибудь занятие. Не, 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 конечно. За энное количество часов до матча вся эта потеха прекращается. И на стадион стягивается 300-500 миллионов местных болельщиков, делая факел одной из самых посещаемых команд лиги. Вот на Алании было 6700. Это в этом году? В этом году, ну, вот, полторы недели назад. У вас сейчас что, третья строчка, да, получается? И там, типа, в стыке получается, да? Да, но мы посмотрим, как все это на самом деле повернется, потому что много же было разговоров, там, мораторий, не мораторий. А, типа, от выйдет, да? В стыке, не в стыке, не знаю. Поэтому мы просто стремимся к тому, чтобы выигрывать в каждом матче, занимать как можно-можно более высокую строчку, а там посмотрим. Ну, просто... Подготовка к полным ходу. Блин, слушай, это очень круто. Посмотри, как готовят к матче. И вопреки всему стадион готов хоть к финалу Кубка мира, ведь здесь содрогались даже топовые команды. Юрий Семин тут почти чуть не плакал. Это человек, который для Воронежа является просто олицетворением футбола как такового. Здесь бы, здесь бы, говорю, не на стадионе, может, или там к статуе, типа как на Эмфилде статуи делают для каких-то знаков. Стадион нам не принадлежит. Поэтому мы потихонечку вот эти вот линии синие сделали, например, с соцсетями. Где-то там позади скамеек запасных. Мы постоянно пытаемся символику клуба на стадион, который нам не принадлежит. Сейчас уже известно про понижение, и мы узнаем мнение болельщиков. А вот что думает клуб про первую лигу. Я бы мыслил как бы категориями «почему да?» И «почему да?» Это потому что должен быть какой-то, я не знаю, какая-то фишка у лиги должна быть. И, собственно, она есть. Это реально вот часто говорят о том, что российская премьер-лига – это чемпионат Москвы, типа, и крупных госкорпораций. А реально FNL – это реально чемпионат России, действительно, русских городов. Что, пожалуйста, объясни, вот это что? Мы находимся на стадионе профсоюзов. О, а это? А это? Да. Не женская тренажерка. Это вход в раздевалку хозяев. Фанат не преступник. А если преступник, то добро пожаловать. Вокруг стадиона идем, и тут не то чтобы доебаться не для чего. Тут просто волшебно. Подождите, стоп. А почему закрыто? Я что, сюда, на футбол, что ли, пришел? Ну, да, странная очень история. Почему закрыто? И нельзя купить себе стильную женскую одежду. Волшебно? Да, здесь потрясающая атмосфера. Атмосфера чего? Атмосфера, праздника, в первую очередь. Вот, пожалуйста, план эвакуации и проход. Охуенный был план свернуть с той аллеи. Ну, было же говорено, что Воронеж – это город контрастов. Собственно, наслаждайся. И очень важно здесь для иностранных туристов. Написано все, продублировано на английском языке. Людей нет, и не кажется странным? Здесь? Ну. Не кажется ли мне странным, что здесь люди не гуляют? Ну, да, типа. Ну, пиздец, как странно, на самом деле. Мне, в целом, на выходе из стадиона вот это вот строение радует. Оно напоминает вот эти санатории в Анапе? Да, похоже, кстати, на санаторий, реально. Стадион Труд. Это? Стадион Труд. Стадион Труд? Да. А здесь играет местная команда. Да, Факел. Факел. А вот спрашиваем вас про команду и про стадион. Что-нибудь интересное, какие-нибудь факты. Факел нормально играет. Андрей, а что не так с Алкобрендом? Рядом-то, в чем проблема? Ты так обратил внимание на него? Как ты думаешь, какая еще организация должна располагаться рядом с Алкобрендом? Ну, в вытрезвитель. Или? Частная практика психонарколога? Ну, конечно. Это же элементарно. Это логично. И очень грамотно. И дверь здесь очень красивая. Ну, кстати говоря, лучший фасад. В общем, говоря... Парк Орленок. Здесь находится памятник или сквер Мандельштама. Вот памятник. Вот Мандельштам. Вот. А, вот он. Знаменитый мореплаватель. Осип Мандельштам. В общем, говоря, да. Мы перед матчем решили культурно отдохнуть в очень уютном скверике. Вон они, прожектора стадионов. А мы идем вот в нихрена себе какой многолюдный парк. Сквер. Сквер. Я думаю, нам надо где-то присесть. Либо покачаться на качелях. Либо вон на той штуке. В той штуке. Либо вот на такую хочу. Обалдеть. Обалдеть. Сколько здесь всяких... Посмотри, там горки какие крутые. Нет. Посмотри, какие там горки крутые. Обязательно. Вон на ту штуку мы с тобой идем. Трампом? Что мы делаем сейчас? Ну, я к тому, что мы... Ну, ладно. Сейчас пойдем на футбол. Там мы прям представляем, что мы будем делать. Насладимся. Кайфовать, наслаждаться, куражиться, да. Насладимся матчем одной из лучших команд лучшей лиги мира. А потом мы встретимся с Андреем Никитином. Мы с ним поговорим. Я предлагаю тебе жребий. Да. Во время интервью если Никитин скажет текстильщик Ивановский, да, то ты кайфуешь. То кайфую я, а на левый берег едешь ты. Да, если ротор, то я кайфую. А если ротор, то наоборот, соответственно. Я ему сейчас напишу, чтобы он ответил текстильщик. Или так нельзя? А ведь так можно, получается. Я предлагаю сходить сейчас к стадиону, пока народ собирается, и попытаться все-таки достать билет на этот матч. Потому что ну, типа, хочется посмотреть на самом деле. Но... А то, что у нас аккредитация есть, я вообще не ебёт, да? На билетов-то у нас нет. Ты серьёзно пойдёшь на карусель? Ну, сейчас камеру беру. Я думаю, это плохое решение. Подразберу, и что? Почему? Не знаю, просто кажется. Опять же, видишь, как всё продумано. Это клиента ориентированность. Согласен. Вот, пожалуйста, стадион, трампункция, рядышком. Я так понимаю, едет команда? Маленькое объявление. Алкоголь не продаётся. А почему? Серьёзно? А разве такой футбол можно трезвому смотреть? Не могу. Вы пойдёте на футбол? Нет, поработаю. Ну, как будто бы здесь недалеко вам можно. Ну, если вы будете следить за магазином, мы сможем купать или поспорить себе куда? Ну, договоримся давай. Он тоже без алкоголя взял работу. Серьёзно? Здрасте. Здравствуйте, ребят. Ну, чего? Для Кузьмичей что-нибудь? А? Для Кузьмичей что-нибудь? Можете? Чего? Ну, нам некуда её просто складывать будет. А вот это вот есть куда. А я вам дам на 50. Спасибо. Это мы прям за факел поболеем. Пожалуйста, ребят. Угостим. На здоровье. На стартах. Спасибо. Дай Бог вам здоровья, ребят. Спасибо. Ну, всё. Для восточной трибуны в общем-то затарились. Здрасте. Он пропускает ни одной двери этот человек. Я понял. Ни одной двери. Так. Супер. А Никитин есть? Никитин? Да сейчас да должен быть до 4 вольт. Не вижу. Я не помню. Ну, он вообще играет? Конечно. Как будто филонин как будто. А куда очередь? Уксбекская кухня открылась? С темы рубашками? Приносилки. Или всё-таки на матч? И это при том, что в продаже есть электронные билеты. Но это не то. Это олдсклоп. Это олдсклоп. И такой ажиотаж даже не на дерби. А дерби в Воронеже. Это горячо. Собственно, вот, пожалуйста, инсталляция. Чьё-то худи висит на стене. Чьё? Вопрос. А это памятник горшку как раз пресловутый? Мне кажется, это памятник как профессор из Грай... Рик. Рик и Морти? Вот это он. Самые принципиальные встречи для факела даже не против соседей из Липецкого Металлурга. Саратовский Сокол и Тульский Арсенал. История противостояния с этими командами длятся третий десяток лет. Если первый дивизион в классе всё же проигрывает высшему, то в самоотдаче, борьбе и по нокауу страстей ему не уступает. К занимающему второе место синему Соколу из Саратова приехал лидер Воронежский факер. Он спокойно забирает мяч и начинает спорить со своими защитниками. Эпизод вроде бы исчерпан. Но судья из Санкт-Петербурга Сергей Кузнецов усматривает нарушение правил 6 секунд. Именно на такое время мяч может находиться в руках вратаря. Рефери назначает свободный удар. На повторе хорошо видно. Шишкин берёт мяч в руки и секундомер начинает свой отчёт с 87-й минуты 56-й секунды. Пока голкипер разбирается со своей защитой, арбитр Кузнецов уже в первые секунды начал свой смертельный для факела бег с явным намерением дать свободный. Стоп-кадры ловит судью, когда действительно прошло 6 секунд. И через секунду он зафиксирует нарушение. Однако такое прозорливости Кузнецова в том, что Шишкин продержит мяч дольше положенного срока, можно только позавидовать. Подоспевший ОМОН плюс красная карточка капитана Воронежа в Щеголеву успокоили футболистов. И после двухминутных разборок факел согласился на свободный. Все 11 футболистов белой стенкой встали на защиту своих ворот. Но сразу Волжанам пробить не удается. Шишкин раньше времени двинулся навстречу мячу. Сергей Тимофеев решил исправить такое положение, вставь плотную к вратарю, да еще прихватив его руками. Удар Владимира Шелега, однако Шишкин все же продрался сквозь Тимофеева, но драгоценные доли секунды потерял. И этого хватило, чтобы мяч прошел сквозь череду ног и тел игроков факела. 1-0. И если все же судья Сергей Кузнецов так четко следует букве закона, то он должен был обратить внимание на действия Тимофеева, который беспардонно придерживал голкипера. После гола подопечный Валерий Ниненко бросились в судье выколачивать истину. В этом преуспели многие, в том числе 11-й номер Александр Степин. Он, как заправский боксер, нанес несколько ударов по корпусу Кузнецова. Однако красную карточку получил только бескромный. Он еще раньше Степин имел повод приложиться к арбитру. На повторе отчетливо видно, как Степин добивается правды от Кузнецова. Игроков факела, а также каких-то людей в штатском от рефери отогнали милиции и ОМОН. Воронежцы, обидевшись на такую несправедливость, покинули поле. А Сергей Кузнецов даже не заметил этого. Спокойно свистнул об окончании игры. В это время на поле находилась только одна команда Саратовский Сокол. Паблик в гек. Как-как? Паблик в гек. О, круто вообще. Давайте поговорим с вами. Да, давайте. Рассказывайте. Мы приехали из Москвы и хотим насладиться воронежским футболом. Так что мы попали туда, куда нужно. Слушайте, восточная трибуна это наше все. За факел с 95-го года. Юрий Клинских. Да, да. Это Воронеж. Это и есть факел. Именно на нужную трибуну попали, на нужный стадион и в нужную атмосферу. Я думаю, вы получите удовольствие. Ну, со стадионом сложно было промахнуться. Ну, я бы сказал, что восточная трибуна это фанатский сектор номер два. Основной у нас там, а здесь второй неофициальный. Номер два, но не по значимости. Там начинают, а здесь продолжают. Он такой народный фанатский сектор. По поводу. Один вопрос только. Попозже надо подойти. Ну, подойдем. Я могу вас семечками угостить? Не надо. У меня есть много... Так что вам рассказать давайте? Рассказывайте все, что я должен знать. Я не местный? Мы пришли на стадион болеть за нашу любимую команду. Сегодня мы играем с Долгопрудным. Обязательно наша команда их победит. И мы будем за них болеть. Можно вам один вопросик задать? Всего один? Нет. Один вопрос самый простой? Да. ФНЛ лучшая лига мира? Безусловно. Безусловно. Но лучше уже не будет? Лучше должно быть. Должно быть с каждым годом, только лучше. Зачем? Почему лучше не будет? Будет лучше. Будет еще лучше. Будет ходить еще больше людей. И все будут болеть за родной клуб. Я хочу, чтобы Факел вышел в РПЛ. То есть ты хочешь, чтобы он вылетел из лучшей лиги мира? Нет. Я хочу, чтобы он вышел в РПЛ и там соревновался с высшими клубами. Факел всегда будет чемпионом. Не жалко вылетать из лучшей лиги мира? Жалко, но задача есть выйти, и мы уже заждались. В этом году он по-любому войдет в высшую лигу. В этом году он сыграет с теми командами, которые стоят этого. Как вы относитесь к тому, что Факел вполне может вылететь из лучшей лиги мира? Он не может вылететь. Он на третьем месте идет и уйдет в РПЛ. А, в этом смысле. Я буду очень не рад, скажем так, позорному вылету Факела. Потому что, вспоминая прошлые годы, когда Факел три года не мог повыситься, я не знал, мне радоваться или плакать. А сейчас просто все летит, как пел Егор Лето, в одно место. Когда Факел станет чемпионом? А как только он займет первое место в лиге? Ну, когда все этого захотят, что дружно все, когда поддерживают. Тебе надо торпеды совмещать. Если торпеды совместим, то выйдем в РПЛ и станем чемпионом. Они не хотят, что... Вопрос, чемпионом чего? Ты неправильно вопрос задаешь. Чемпионом. За два тура. А ты как думаешь сам? Ты как считаешь? Я вообще не футболу весьма посредное отношение не имею. Окей, ну, твои версии. Не, твои, ты вопрос. Чемпион России. Чемпион России, я думаю, лет 10. Когда Факел станет чемпионом после этого матча? Сегодня уже станет, сегодня Факел станет чемпионом. Сегодня. Ну, наконец-то. Спасибо большое. Я думаю, в следующем году. Супер. Спасибо. Говорят, что сегодня. Сегодня? Может быть, сегодня. Ждем, что сегодня. Ждем, конечно. Спасибо. О, Бобер. 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 Когда Факел станет чемпионом? Факел всегда чемпион. Спасибо, Бобер. Меня зовут Андрей. Тебе как? Саша. Саша, когда Факел станет чемпионом? Думаю. В этом году. Да. Думаю, в этом году. Спасибо, Саша. Ждем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Меня Саша. Саша, приятно познакомиться. Скажи, а когда Факел станет чемпионом? Сегодня. Достаточно скоро. Жду, не дождусь. Спасибо. С такими результатами я даже не знаю, когда станет. Никогда, наверное. Блин. А вы точно за Россию болеете? Конечно. Спасибо. Заметь, дети, они максимально оптимистично смотрят на будущую команду. Типа, чемпионом они уже будут сегодня. В целом. Как это прекрасно, да? Да. Они уже чемпионом. Город контрастов. От минус бесконечности до плюс бесконечности. Всего три интервью. Сегодня хотели купить трикотаж, а рынок закрыт. С чем связано, не знаете? Без понятия. Знаем. Трикотаж. Губернатор распорядился убрать точки торговли от стадионов. Это же целая эпоха, получается, уйдет. Получается, да. Нужно развивать футбол в целом российский, чтобы торговля и спорт не пересекались. Я не посещаю этот рынок. Я как бы и считаю, что это пережиток прошлого, скажем так. Когда ты последний раз затаривался? Только сегодня. Он сегодня не работал. Не ври. Я все равно закупился. Для меня всегда работает. Сегодня хотел купить колготки. А рынок закрыт. С чем связано? Не знаю. Мы не местные, если есть колготки. Пускай закрывает, но сектор никогда не закроет. Пусть работает. Людям надо это самое. Гол! Как-то заработать. Нет, не было. Гол нужен. Гол нужен? Да. Ты первый раз или как-то вообще? Или ты каждую игру хочешь? В моем сердце факел занимает отдельное место. Ну да. В моем? Ты должен был сказать, горит охрен, да, даже? Ну типа да. Ну можно, да, так сказать. Голи! 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 Готовы ли вы к прорыву фанатов на поле после оглушительной победы? Но это не ко мне вопросы. Это вопросы к тем стюрнам в оранжевых манишках. Вас это не касается? Мне это не касается. Когда вас ждать в стартовом составе Воронежского факела? Надеемся, что скоро. Сами были бы не против этого. Андрей Никитин. Достаточно квалифицированный футболист. Отношусь к нему с большим уважением. Прошлый сезон выдал вообще на ура. Был приглашен по праву в локомотив. Отдали его в аренду. Я уверен, что при определенном подходе у него все получится однозначно. Уноси! Уноси! Кого уносить был? Вон лежит. Побыл в гиг с Иваном Цибиным. Иваном Цибиным. Это прекрасно. Ему привет из Воронежа. Так, какой вопрос? Иван Цибин, спасибо вам за ваше творчество. И за Качать Гений. И за Пашулю Гусева. Воронеже помнят ваш подвиг. Спасибо большое за то, что освещаете местный футбол. Добрый вечер. Говорит со мной мужчина отказался, судя по всему. Или он пошел за ружьем. Так что давай лучше отсюда уйдем. Факел навсегда. Навсегда. Спасибо. Победа! 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 На стадионе такая большая группа болельщиков, тем более, когда, наверное, команда и показывает результат, и, возможно, именно тот заряд, который они, энергетику, который они дали, она в итоге придала, может быть, дополнительные силы именно Воронежу. Но я думаю, и нашим футболистам было все равно тоже приятно, когда все-таки слышно поддержку вот этих болельщиков. Пусть она не в наш адрес идет, а в соперник. Внимание, как вы оцените уровень ФНЛ, ведь это лучшая лига мира? Ну, конечно, это не на высшем уровне, как в России, когда мы говорим только о России, и, конечно, в Премьер-Лиге, это на высшем уровне, конечно. Но здесь более физически, более физически, и здесь вы никогда не знаете, кто победит, но в Премьер-Лиге, вы тоже можете знать, кто победит. Олег Петрович, в первую очередь хочу поздравить вас с победой. Меня зовут Андрей Ли, футбольный паблик в ГИК. Вопрос по футболисту Андрею Никитину, который вышел на замену, здорово подключался к атаке, отрабатывал в защите, позже вовсе перешел на правый фланг. Вопрос, на что еще способен этот футболист? Целый ряд позиций он закрыл сегодня за буквально 30 минут. Ну, знаете, Андрей вышел в свою позицию, потому что у нас фланговые атакующие игроки, они могут меняться местами, им это вообще не запрещено. Люди должны думать на поле, и действия без мяча, они гораздо важнее для нас, не то, что прям важнее, чем, знаете, действия с мячом. То есть игра без мяча, она носит такой основополагающий характер. А он еще только начинался. Вот так, ты пугаешься. Это очень сильно пугает. Ну что, все самое дерьмо начиналось? Только сейчас. Генералы присухи, да, действительно, они такие душевные, что их подъебывать просто, ну, не было никакого желания. Ты вроде бы задаешь ему вопрос такой, немножко каверзный, и он же понимает, что, ну, типа, тут как бы есть почва, откуда подвигаться. И ты понимаешь, что можно немножко так подзакрутить эту историю. Он понимает, что есть почва, ты понимаешь, что есть почва. Да, и мы как бы, и ты такой, ну, да не, ну, он слишком хорош, типа. Ну, вообще, очень душевный, я охуел просто от футбольной именно составляющей, того, что вот мы сегодня пережили. Просто, конечно, какой-то... Ну, скорее около футбольной. Ну, да, окей, окей, да. То, что происходило на поле, да, это не самая, там, лучшая, выдающаяся игра от команд, которая когда-либо, там, видал. Но то, что происходило за пределами на трибунах, там, то, что происходило, ну, вообще в целом от людей, от города, и все, что рядом со стадионом. А местные, да, немножко как будто бы стесняются, типа вот этого вот, блин, странного, по их мнению, блин, такого немножко кринжового, да, вот, антуража. Вот, но, на мой взгляд, блядь, если это довести в абсолют, в какой-то привести, типа, чтобы, там, грубо, пробраться на трибуну, ты должен купить три халата, там, блядь, причем, там, размеров XS, там, L и, там, 3XL, и, причем, эти халаты должны быть обязательно куплены в разных точках. Ну, грубо, или там, я не знаю, чтобы ты попал на поле, если ты футболист, да, ты, там, допустим, должен сделать, там, 15 бёрпи, проходя через фитнес-зал. Ну, типа, вот, если бы вот до такой степени абсурда довести эту всю историю, то это, мне кажется, был бы самым, блядь, популярным стадионом в России, безотносительно, там, как качественный, там, футбол, или побеждая, там, команда, чемпионная или нет. Все бы ездили просто на эту вот историю посмотреть, типа, реально так, что ли, происходит. На один раз вот это все ощутить, это прикольно, а вот несколько раз это еще вопрос вызывает. Ну, я, да, я понимаю прекрасное, что одно дело, когда ты как турист приезжаешь, другое дело, ты туда ходишь, там, еженедельно, грубо говоря. Ну, тем не менее, в этом антураже есть некая романтика, она своеобразная, она не такая, в этом и прикол, что она не такое, как мы привыкли видеть. Я, на самом деле, хотел сказать, что лично я бы это заведение рекомендовал. Вот это? Да. Кому? Ну, вообще, всем пребывающим в город. И рекомендовал бы, наверное, официанта Дмитрия, да? Да. А у вас нет с ним отношений? Нет. Странно. А мне вот показалось, что как будто бы, что она между вами и пребывала. Ну, не знаю, мне показалось, что ты с ним больше общался. Скажем так, эта цель переросла, вносит обращение, когда ты взлетел с ним. Нет, ну, на самом деле, просто... Заведение хорошее. Заведение хорошее. В выпуск не попало, как Андрей сравнил бифштекс и стейк с хуём и гусиной шеей. Но зато попадёт интервью Андрея Никитина. А твоя подписка тоже попадёт прямо к нам в сердце. Широченная какая, да, река? Это просто водохранилище, по большому счёту. Угу. Ну, такой вот райончик, левый берег реки Воронеж. И вот мы чего-то ждём. На вопрос, чего же мы ждём? Как всегда ответит наш покорный слуга? Отвечу. Ждём нашего гения. В общем-то, сейчас он выйдет. И мы пойдём пить кофе. И разговаривать. Ну, всё? Ну, надеюсь, на этом всё закончится. Ты где-то сидишь? На скамейке желаний. Загадай желания. Загадал. Но факел до сих пор не... Не чемпион. Не чемпион. И не выиграл лигу чемпионов тоже. И лигу конференции даже ещё не выиграл. Конфедерации. 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 Кубок Содружества. Расскажи, Андрей, мы приехали в Воронеж. Я впервые здесь. Почему я, допустим, должен болеть за воронежский факел? Ну, я не знаю. Когда приезжаешь в этот город, и даже прийти на стадион... Я тут был в детстве на стадионе. Когда мы с детской... Я и с Орласом приезжали с детской футбольной командой. И вот мы тоже ходили на матч в Вайково. И там сразу как бы проникаешься этим духом боления. Прям вот... Трибуны заводят. Раньше ещё сектор был больше. Вот сейчас больше ребята, которые были раньше на секторе, они повзрослели и перешли на восток. И там... Да, они стали постарше. Молодых, видимо, не знаю. Но всё равно так же боления сильные сейчас. Вы сами сегодня были, всё видели. Да, да. У нас самая большая посещаемость сейчас в ФНЛ. Вот. И как бы проникаешься этим духом, как они вперёд... не во всех матчах примерли. Как они гонят команду вперёд, ты такое увидишь. И вот мне сразу как бы понравился и... Ну и город тоже как бы хороший, миллионник. Что это сегодня было такое, когда его флангами менялись? А, да, фланг, да, это получилось по ситуации. То есть после углового там Могаля оказался справа фланга. Ой, слева наоборот, да. Ну и я увидел, что он там, чтобы его... Мы вдвоём не оказались, но он перешёл туда. И потом, когда была пауза, мы снова поменялись и всё. А, я понял. Я думал, это же какие-то хитрости. Не, ну бывает, что тоже, да, меняешься так. То есть, чтобы запутать, чтобы не привыкали к те соперники. А так, не. Сегодня именно это по случайности получилось. Не я, фан. Тренер. Все позиции перекрёл на поле примерно. Ну да, да, да. В атаке был, в защите был. По флангу с одной стороны, по флангу с другой стороны. В центре тоже играл. В центре играли. В попадении. Ну, вороток оставались. Ну да, ну и центральный защитник ещё не испробован. Где в Воронеже можно кайфово отдохнуть? Ну, кайфово отдохнуть, так культурно можно. Я знаю несколько заведений. Так хороших, чтобы вечер провести там с семьёй или там с женой. Студия 23 мне очень импонирует. Москва, Гастробар. Ну, там как бы вид и там, и там. Там просто вид топовый прям. Студия 23 на 23 этаже находится прям в центре города. Это вид классный. А вот я недавно был, я скажу, тут хорошие эти аттракционы. Парк. Да, я, кстати, был. Он каждый раз говорит, что у него тромбы оторвутся. Не, 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 вот прям он сильный. Вот я не ожидал, что такой там именно прям есть аттракционы прям очень, что всякие вертушки эти. Сложная мелодия катания. Акты, которые сменяются от лёгкого приза до шторма 9 баллов. О, вот они, вот он. Ну, и там фишка в том, что, сейчас расскажу, меня узнал этот один из работников. Типа попросил сфоткаться. Говорит, а у нас недавно вот Ром Шишкин, который в эту сборную играл. Вот они сейчас за знамя играют с Павличенко. И вот я не знаю, они недавно играли с Лакилом М. Я не знаю, в Воронеже они играли или там где-то в Москве. Вот, и он, говорит, вот недавно они были, типа, Павличенко и Шишкин, но тут тоже, типа, развлекались. Вот эта тема, что, говорит, тут сейчас на футболистов наплыв вообще. И он меня увидел тоже. Говорит, с ними сфоткался. То есть, ну, даже футболистов, вот эти там бывшие сборные выбирают. Один Англию хоронил, другой на Евро. Нет, знаешь, про баню, хочу сказать. Тут баня топ есть. Типа там на улице, там банщики, вообще-то, знаешь, там веники, все на дровах. Знаешь, типа, комплексы, он прям в лесу находится, вот, и там, ну, реально, то есть, топовое место, вот, именно. Ну, это чуть за городом, но вот я-то... Баня, 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 баня кайфую. Восстанавливают, ну, там банщики реально топ, там разные эти, там прям восстанавливают здорово. Вот я прям хожу, там, знаешь, там Чан потом создать. Вот там, кстати, у них тема, что там нельзя, знаешь, ну, баню любят, там баня, пиво, а вот там, типа, ну, там, что именно для, так, для здоровья чисто, вот, прийти. Магировочка максимум. Ну, там, ну, чай, то есть, ну, там нельзя алкоголь. Да, это, на самом деле, полный ерунда, когда вот в бане с пивом. Не, ну, это, типа, ассоциация, знаешь, такие большие страсти. Чем вообще связана ассоциация Воронежа с панками? Типа, здесь покоронен Клинский, Клинский, который из сектора газа. А, ну вот, да. Памятник горшку поставили, непонятно зачем. Я, кстати, не знаю, а кто это такой горшок. Из короля и шута. А, ну, я не знаю, я вот про, я вот про это плохо знаю, ну, я тут, что, полтора года. Ну, вот я смотрел Варламова про Воронич выпуск, и вот именно я оттуда узнал, что, не, я знал, что сектор газа отсюда, но я узнал, что там где-то вот, там есть где-то стена расписная прям вся вот, сектору газа. Ну, вот она, возле могилы его. Вот это узнал. Не, ну, тут много, вот тут идешь даже вот по проспекту опять же идешь, тут много поют всякие песни вот эти вот, ну, да, вот старые. Ну, то есть, получается, музыкальный край. Не, ну, да. Кстати, кстати, вот реально сегодня прямо обалдел, когда, когда с трибуна стала петь в конце. Да, ну. А, ну, я, да, я подписан. Да, я думаю, много подписан в футболисте там, в принципе. Не, ну, сейчас смешной уже контекст. Смотр из фейков, да? Ну, да, да, многие шифруются, типа. Да, я не знаю, да, еще шифруются, я вообще подписан, там, у меня столько подписан в контакте. Класс. Да, первое, что в голову приходит. У меня пока ничего не приходит. Собыча с унитазами связана. В чертах, ну, кто-то разбил, в случае, что-то унитаз. Да, в текстильщике там вообще целая история вокруг туалета. У нас какая-то, да, реально, получается, кого не спросим, все какие-то унитазные истории. А, да у меня тоже с унитазом история связана. Короче, мы жили вот именно в Салюте, Салют Белгородка, вон, вторая лига. Мы там, ну, молодые, кто это, там есть прям в стадионе трибуны, и в ней живешь. Ну, кто, то есть, только начинает, там была молодая команда, вот мне было 17 лет. Вот мы жили там втроем с ребятами. И там к нам один раз парень зашел, ну, почему-то, я не знаю, то ли туалетной бумаги у него не было, то ли еще чего-то. Зашел, в общем, сидит там на туалете, там свои дела делает. В общем, раз слышим, звук что-то лопается. Просто заходим, у него, короче, вот так рука в крови полностью. А вот, а, ну, там как бы и душевая сразу была. Вот это, ну, там, видимо, все старое было. И там вот от этой душевой оно вот так вот лопнуло, и просто у него все вот эти стекла на него, у него рука вот так вот. Он, короче, не подерзывает, так стоит что-то, ужас. Нет, ну, это смешно очень было, но так, как бы. Я представляю кадр. Нет, ну, да, да. Что делать теперь? Это очень круто. Нет, про унитазы вы меня здорово так направили. Я говорю, сколько вы уже в истории слышали про унитазы. Стадион, это топ место для свидания. Стадион? Да. Смотри, какой. Вот я, кстати, вот на Локомотиве. Не, не, про факел. А, именно факел, то, что? Да, про союза, про союза. Ну, для свидания. Не знаю, даже об этом как-то не думал. Ну, тут, блин, сейчас, если вот подделать под пример лигу, когда будут какие-то вип эти, чтобы было там, как и, ну, знаете, как и на Таймпе. В таких топовых стадионах, чтобы ресторанов, чтобы с видом. Ну, а так, что, по полю ходить, я думаю, это не очень прям. Может, для предложения? А, прям, на матч. А, прям, на матч? А, ну, нет, на матч, кстати, да. Конечно. А, прикинь, ты через Восток, допустим, идешь, прогулялся с дамой, одел ее, колбасочки, там, халатик, все. А потом на матч, потом после матча. Не, а вот, кстати, да, я просто, ну, я как футболист, я как фанат сейчас не думал, я именно как футболист, думал, что на пустом стадионе что-то такое. Нет, а так, конечно, это же, ну, эмоции, во-первых, а для свидания, это что, это эмоции, это топ. Ну, серьезно, пойти, когда болеют, особенно на какой-нибудь матч такой центральный, как Старпеда был, когда приходят под 7 тысяч зрителей. А сейчас, я уверен, сейчас погода будет улучшаться еще больше, будет, сколько у нас пара матчей осталось, что он будет приходить. То есть, я думаю, да, это топное место, чтобы разрядить. На хоккей, знаешь, это, на хоккей, в этом, на рейкбе, тоже, на бейсболе. Ну, тут можно... На футболе пока нет, ну, может быть. Ну, почему нет? Нет, тут просто пауз таких нет. А, это если перерыв в большом, ну, просто ноги уходят. Нет, ну, в принципе, почему нет? Это, что, идея-то? Прикольный, ну, на самом деле, прикольный стиль. Да, да, да. А просто иногда такой футбол, что, в целом, там, одна большая пауза, 45 минут. Или 90. Да, или 90. Нет, 105, вот эти вот, перерыв. Когда ты думаешь, что я вообще здесь делаю, тогда это закончится. А, ну, кстати, вот вопрос вообще обалденный. Какой гонорар нас ожидает, если мы тебя пропихнем в сборную, как Влада Сорвели? Ой, ну, это... Договоримся. Это договоримся, да? Без камер. Не, ну, если так, то... Работаем. Работаем. Я щедрый. У нас есть парень... Так, для его пиара. Валера Цырукьян. Он очень хороший, добрый парень. Но он такой, знаете... Есть парни, которые прям хочется над ними шутить. Такой добрый этот склад мемов чисто. Вот, я думаю, я над ним бы начал. Первое, что я бы... Цырукьян? Ну, или Миша Смирнов. Тоже у нас есть в команде. Играл в премьер-лиге. На носик. Может быть, над старыми, над каким-нибудь... Ну, тоже это и к Миши, но, условно, над ветеранами. Тоже как-то рофлил что-нибудь там. Я так люблю над ними пошутить в разделке. Да нет, нет. Да, у нас же все по-доброму, да. У нас нет. Таких злых нет. Что-то... Ну, первое, что над вольерой бы начал, наверное. Самый тупой вопрос, который тебе задавали журналисты. Самый тупой вопрос. Самый тупой? Угу. Ну, мне не нравится. Я не знаю, тупой это, не тупой, сколько ты зарабатываешь. Вот этот вопрос вот было пару раз у меня. Но вот он мне не нравится. А так я не могу спать. В принципе, у меня таких... У меня не очень прям много интервью было, но... Ну, чтобы... Так именно вот именно не нравится. А так тупых, я не знаю, не могу спать. Сколько ты зарабатываешь? По контракту нераскрываемо. Видел ли ты местных рэперов? Вот здесь? Воронежских, да-да-да. У нас тоже в команде, кстати, рэперы есть. Да? Который сегодня на облашке был. Серьезно? Фарсфер. Да, у него треки есть. Милое лицо, нежная улыбка. На нее залип, и вот ум ошибка. Смотрит прямо в душу, baby, так нельзя. Я давно не верю в чудеса. Это воронежский, да? Да, это воронежский. Короче, в этом клипе чувак отвечает на вопрос, чем мяч отличается от мяча. Ну, то есть баскетбольный. Ну, то есть от футбольного, да? То есть баскетбольный от футбольного. И мне тоже на это ответ надо? Он, соответственно, привел три факта, которые просто уничтожают футбольный мяч по сравнению с баскетбольным. А, уничтожают? Да. Три-три контраргумента. Чем футбольный мяч лучше, чем баскетбольный? А, футбольный лучше? Да, ну, надо ответить. Ну, ты же футболисты или баскетболисты кто ты? Футбольный легче ногой бить. Так, ну что? Чем лучше? В принципе, вроде круглые оба. Не, ну легче футбол играть, это понятно. Что там, это я уже сказал, то же самое, что ногой бить. А он три аж привел, да? А он три играл, да. Там, ну, просто, в этом неопровержимые какие-то. Да, ацелетно. Титан. С детьми, наверное, как-то играть надежнее, не убьешь им. Ну, гуманит. Топ потяжелее, да-да-да. Так, ну и что же, еще привести. Не, собаке легче его прокусить, чем баскетбольный, да, наверное? Ну, ты глубоко, конечно, как раньше. Респект. Что, он привел, есть? Сдаешься, что ли? Ну, третий, ну, сейчас ладно. Он красивее. То баскетбольный обычно одной расцветки, а футбольный разных будет. Первое, футбольный мяч невзрачнее. Второе, баскетбольный мяч красочнее. И третий, на нем есть полосы. Не, ну, я считаю, мой аргумент поинтереснее. Очень спорно. Скажи ему это в лицо, типа. Я все увижу. Как этот красава говорил, типа, если у вас есть подгузник? Да-да-да. Задайте мне этот вопрос в лицо. А над красавой еще нормально рофлики, да? Да-да-да. Ну, что, дает поводок. Ну, что такое вообще чек-файлы? Я вот не понимаю, вот это вот. Я... А, чек-файлы, да? А, я вот... Я тебе даже в интернете гуглю, мне ответ не нашлось серьезно. Я думал, что это. А он не был в Воронеж или в Дубае? Ну, не был в Дубае, Воронеж. Воронеж роднее, точно уж. Барселона или Акрон? В Барселону. Про то, что там не было. По крайней мере... Это твой вопрос. По фотографии. Коин Траву или Никитин? Никитин. Ну, это очевидно. Ладно бы и Марселу, хоть спросили, но куда? Ну, хорошо, Коин Траву или Марселу. Марселу. Марселу или Никитин? Марселу. Так, выйти против Спартака на 31 секунде и удалиться на Соболеве. Это мечта? Нет. Выйти, отыграть 31 секунду и удалиться прямо в Красный на Соболеве. Да ни в коем случае. Потом состав не попадал. Ну и самый главный вопрос. Текстильщик или ротор? Ротор. Ты че? Ты че наделал? Что такое? Все? Блин. Погоди, это то, что я подумал? Пиздец. У нас был... Че, рофлики тут? Нет, нет, нет. У нас был договор, что... Проспорили что? Да. Что если бы ты назвал текстильщик, то он бы поехал сейчас на могилу. Кому? И по всем, по всем, да. А че съездите вдвоем? А если ротор-то ничего? Ну, если ротор-то я еду. А вы все равно вдвоем же поедете. Нет? Самое главное, что придется ему еще машину отдать. Ужас какой. У нас было пари. У нас было пари. Ладно, че. Ты испортил. Везде еще. Я просто Волгоград, город хороший. Я из-за этого. Блин. Иванова не очень понравился. Я так к тебе хорошо относился. А че, ну съездить там нормально? Ничего плохого там. Замокатить, смести. Паша, короче, мне сказал. Говорит, мне в целом нормальное место. Ну, там единственное, что могут только отмудохать. Дохождать где-то на окраине. Да, да, да. А так, говорит, в целом нормально. Вообще, говорит, топ. Я, короче, понял. Спасибо. Сегодня ты, это сегодняшняя программка, факел долгопрудный. И здесь изображен футболист, не Андрей, а тот, которого заменил Андрей. Это что, на мой взгляд, гораздо круче, чем быть просто изображенным. Напиши, как ты там его заменял, типа, и че ты там? Так, че, написали? Да? Да, просто давай. Ты мне идею подал, мне плохую. Ну и че-нибудь для ВГИКа там написали. 69-е. Минута была 69. Ну, плюс-минус. Просто цифра неплохая. Да, согласен. Все. Кайф. Который лучше? Кейн-дроу. Ну все, чем топ. Блин, огонь. Все, это надо вернуть. Спасибо большое. Спасибо. Все, встретимся уже, когда ты будешь в сборной игры? Да. Надеюсь, не откажешь в интервью. Ни в коем случае. К великому сожалению, Андрей Никитин выбрал ротор по какой-то причине. Потому что Волгоград город красивый. А текстильщик ужас какой-то, да? Вот он сказал так. Он сказал, да, Иваново. Вот. И опять я, собственно, оказался не у дел. Сейчас я звоню в отель, в котором я должен буду заночевать. А у отеля, чтобы понимали. А я еще туда прогуляюсь пешком. Там сауна какая-то. Район Машмет. Вот. У гостиницы оценка 3.1. Притом, там не 2 и не 3 отзыва, а 35. Да, там много отзывов. И там пишут, что это очень плохо все. А почему плохо пишут? Ну, типа, все плохо. Плохо все. Ну, типа, тебя там встретят изнасилованием или что? А то вы узнаете завтра. Алма, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а на сегодня номер на одного человека у вас будет свободный? Да, есть. А сколько стоит? Тысяча. А можно забронировать или у вас как? Можно, конечно. Да, вот. А сколько вы будете? Я буду примерно где-то часа через, ну, полтора, наверное, через час, через полтора. Может, ну, плюс-минус. Ну, хорошо, приезжайте. Ага. Так, ну, у вас там их достаточно будет, да? То есть пока данные свои не нужно отговорить вам. Ну, я оставлю на вам номер. А, ну, все супер. Хорошо, тогда я вот приеду, позвоню тогда еще раз. Ну, буду вот. Спасибо вам. Спасибо. Приедешь, на чем ты приедешь? На кроссовках с колесиками. Блин. А, ну, я могу такси же вызвать, но тоже не запрещают. Ну, да, да. Одна тысяча рублей. Комфортабельный номер. Оценки последние были пятерки, так что. Хоть Андрей мне оставил автомобиль, я думаю, что от вот такой обзорной экскурсии по городу кайфа не будет, поэтому я беру самокат и выдвигаюсь. Я на кладбище. Вот, стоило мне выйти из машины, сразу красотища какая. Так, мы сейчас находимся аккурат под зданием юго-восточной железной дороги, и нам обязательно надо сдвинуться в сторонку, чтобы посмотреть на него со стороны. Короче, я стоял, фотографировал здание ЮВЖД, и мне предложили гонку. Так, я отстаю. А где финиш? Ой, все, я проиграл. Я принимаю это поражение и двигаюсь дальше. Кашира. Ой. Ой, жуха. И в январе пусть бьется серый дом. Камчатка. Нифига тут, конечно. География капитальная. Не, я иду к Юре. Мы тоже. Привет, пацаны. Здравствуйте. Ровненькая плиточка. Особные скамеечки. Урны вон стоят. Смокат, чтобы уехать отсюда. Без чем. Не хочется уезжать. Блин, я аж охуел, честно. Вздрогнул, ебнуться. Блять. Реально напугал. Да нормально. Мы тут вельм добавили на это место. Разговариваем с человеком, так сказать. Ну, мне говорили, что здесь можно, да, повстречать попутчиков. Блин, слушай, я аж, блять, охуел. Простите. Да ничего, присядьте. Вон там, бабайки. Да, да. Треугольники, получается, нихера не светятся сегодня. Но все равно прокатимся. Вон там очень элегантно исполненный старинный каменный мост. А вот тут в хлам убитая какая-то пьяная лестница. Я даже не знаю, что можно назвать большей достопримечательностью. И все, сразу за этой лестницей начинается дичайшая разруха. Я туда не поеду. А мост, он классный. Тут в качестве места для фотосессии, я как фотограф, говорю, это топ. Я бы здесь жил под этим мостом. Еще раз повторюсь. Дорогие говоря, я сейчас что сделаю? Я сейчас поеду, возьму машину, возьму штатив и остановлюсь в паре клевых мест, чтобы сделать топовые ночные кадры. Короче говоря, пока я катался по самой красивой улице Черноземья, погасла часть подсветки. И, соответственно, то, что я хотел очень красиво сфотографировать, я теперь не так красиво смогу сфотографировать. Короче, я тут прокатился на машине по городу и обнаружил, что вся подсветка на деревьях погасла. Вся по всему Воронежу. Подсветка на деревьях это красиво. Нет? А во всем городе погасла самая красивая подсветка, я нихера не сфотографировал, я просто наслаждаюсь. Нет, серьезно. Вот кроме шуток, нахрена вырубать фонари на деревьях? Даже вот здесь в парке была подсветка на деревьях, а осталась только на фонарях. От! А там у деревьев горят фонари, но я уже туда не поеду. В общем говоря, если вам нужна подсветка деревьев, то ловите момент. А я как раз шел, сейчас вспоминал, я первый раз, первый мой концерт, который я в своей жизни посетил, это был как раз концерт Сектора Газа в 93-м году. Офигеть. Да, в Кирове. А сколько было? А мне туда было 6 лет. Прикинь. Да. Меня на самом деле удивляет, что даже какой-то локальный маленький парк по размаху и по комфорту превосходит огромное количество центральных парков в большинстве городов России. Пока шел, понял, что это первый музыкант, который был осознанно, получается, ну так относительно в моей жизни. Как там сейчас в Москве-то? Короче говоря, мой сценарий такой, после матча топ завалиться в какое-нибудь заведение. А потом, независимо от усталости, ведь усталость, я напоминаю, это иллюзия, отправиться гулять, потому что за минимальное расстояние здесь можно посмотреть огромное количество разношерстных локаций. А потом отправиться. Сука, и здесь свет погас. Куда здесь нажимать-то, ёпай? Отдыхать в отель. Спокойной ночи. Я чуть не обосрался. Я чуть не умер, просто я скажу так. Я подошел к могиле Юры Хоя, и там сидело 3 человека. Я когда увидел, я просто и все, 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 и все. Полдвенадцатой ночи, колокольный перезвон. Серьезно? На весь город звенят колокола вот сейчас. Вызвал такси, короче говоря, еду в... Куда я еду? В Алмаз, называется, гостиница. Я предпочитаю, когда я сильно устал, выбирать сетевые отели. По той причине, что они, очевидно, какую-нибудь минимальную планку, но держат. Плюс в этом отеле я уже был, когда я ездил сюда на соревнования, и в целом остался всем доволен. Кроме, сука, отсутствия шкафа. Мне было неуютно без шкафа. Выбирайте гостиницу, в которой есть шкаф, иначе будет неуютно. Я серьезно. Номер находится на первом этаже. Здесь какая-то промзона. Телевизор, зеркальце, шестиугольничек. Тут вот, пожалуйста, тапочки принесли. И вот тут такая потрясающая ванная. Можно даже и полежать, видимо. Я допускаю, что это я не сведущий. И просто был не в стольком количестве отелей, чтобы увидеть, что такая организация пространства. Это нормальная практика. Но вот эта дверь, которая не является, кстати говоря, входной. Вон она, входная. Запах в этой комнате, это, конечно, пипец просто. Прокурено просто вот все. Каждый миллиметр этой комнаты прокурено. А что за ней? Ну, конечно же, дверь. Короче. Такие дела. Я нахожусь просто в жопе мира. Ну, это отвратительно на самом деле. Self-destruction. Умереть, либо как минимум стать инвалидом. Ну, и ты типа, блядь, сюда приехал, такой, ёпт, твою мать, я устал на охуяй сырник. ЛАГАНО. ТРАГАНО. ЛАГАНО. ЛАГАНО. Субтитры сделал DimaTorzok В общем говоря, единственный минус После тяжелого дня просыпаться в такой Проспаться после тяжелого В общем говоря, единственный минус Проспаться после тяжелого дня в хорошей гостинице Потому что из кровати очень не хочется не вылазить Торг с собой происходит по курсу цен в 3, дорога Я же вчера вместе с машиной Ками оставил еще и свой рюкзак А в рюкзаке у меня и свежая одежда И зубная щетка И паста Не умытый Не переодетый Вонючий Жду, когда он приедет сюда Потому что я нахожусь просто в жопе мира Только что мне написал Кам Что он задерживается И это отвратительно на самом деле Должен был к 8 часам приехать ко мне и забрать меня отсюда Но он мне скидывает фотографии Как он завтракает Типа я не успею Но насколько это цинично Решать вам, конечно В тот момент, когда я, блядь, здесь Готовлюсь к атаке орков К нападению орков, я бы сказал Он мне, блядь, присылает Как он кушает омлет с сосисками Я обращаю внимание Пасхальное Вкусно? Ну нормально Что там, факел чемпион? Ну, блядь Ты даже не представляешь, нахуй, что было вчера Ты не представляешь, что было сегодня утром, нахуй Пиздец просто какой-то Ну, и ты, типа, блядь, сюда приехал Такой, ёп твою мать Я устал, нахуй, я и сырники Или что? У меня не было сырников У меня не были У тебя были сырники У меня были сырники, да И я хотел им поделиться даже, блядь У меня новый друг теперь Это стадион? Ну, наверное, я не знаю Как ты думаешь? Ну, похоже Вы что, прикалываете? Ну, вообще нет, на самом деле Мы пришли на рынок, и тут стадион Приходите лучше, Эр Во вторник Во вторник, во вторник приходите Во вторник? Конечно, все будут Все будут открыто Рынок будет работать Вы что? Приходите во вторник, я же говорил Во вторник будет рынок открыт А, понял Во вторник... Так вы приедете во вторник или нет? А вы нам скидку сделаете? Нет, вы приедете или нет? Чтобы я передал ребятам, чтобы они собрались И вы обстрадите Во вторник? Нет, в этот во вторник точно мы не приедем Ну, что вы... Зарнал новости такие, которые приезжают, когда никого не отец Почему уезжают все, когда мы приезжаем? Вот вопрос Здрасте, скажите, пожалуйста, вот мы на вещевой рынок пришли, а он закрыт Так сегодня Пасха не работает А по Пасхам не работает? Нет, по Пасхам нет Да Узбекская кухня не работает, видимо, Пасха сегодня Из-за этого Агрессивнее ешь! И двигайся агрессивней Ты альфа! Сшибай прохожих! Иди по встречке! Как будто бы, блядь, императоры живут По сути, сельскохозяйственный институт Не, ну правда, вот Обалдеть же просто Ну да, да Я говорю, елисейские поля практически Андрюшка с ремонтом до ушка И флаг в придачу Есть такой термин Self-destruction Вот, и это про меня, судя по всему Я постоянно в какие-то места еду Где можно либо умереть Либо, как минимум, стать инвалидом Через 300 метров поворот Перестраивайся в правую полосу Поворачивай по этому знаку Был же такой фильм Как они, блядь Bad as А, да, да Вот, собственно Такое ощущение, что я, блядь, в эту программу попал А куда мы, собственно Мы едем в красивый лес Это Воронежская Нагорная Дубрава Она, как я понимаю, не облагорожена Но в то же время Воронеж окружает на удивление Большое количество парков И экотроп Там вы можете провести время На открытом воздухе Сходить в паньку Или пожарить шашлыки По рецептам Станислава Саламыча Спи спокойно Тут, конечно, немножко про другое речь идет Но Самый крупный торговый центр Торговый комплекс Воронеже Град И здесь у нас будет один из парков-аттракционов Тот самый, который нам советовал Никитин Такой вот здесь есть Центр досуга Или досуга Как правильно А внутри ТЦ Не думаю, что можно сделать такие аттракционы Которые прям реально пугают Я не думаю, что это будет страшно Ну, короче, я нахуй никуда больше не поеду Это все Во-первых, у меня пульс Там, блядь, по-моему, 180 был Во-вторых, я еду за Андреем Пусть он вот это все тоже устраивает Почему? Потому что я... Ну, я не любитель карусели, если честно Поэтому Пусть не тут Зачем могу сказать? Сложная мелодия катания Акты, которые сменяются от легкого приза До шторма 9 баллов О pronoun Вот они! Вот он Прокатимся под тяжелый рок Под ями металл По... А, ну мы же в городе панков Я думаю А панк LOOK Под такой колхозный панк Под колхозный панк Бля, ну это жесть на самом деле Ну типа, этот панк-рок какой-то был Какой-то был . Друзья. Деринг там Роберт Майд. Не, ну концовка эта сезда просто, А что вообще было? Ты обычно же не просит что-нибудь? Ну ты типа такой, что началось и меня уже там не спасались. Андрей, спасибо. Андреич, надо. Да. Вы конечно мастер развлечений. а подышать мы поехали в кривоборье это совсем недалеко от трассы и поэтому даже если вы устали ничто не мешает вам взглянуть на эти пейзажи хотя бы одним глазком а мы будем подводить итоги нашей поездки и надо сказать что не найдется лучше времени для того чтобы оформить подписку на наш канал вернулись мы из воронежа и хотелось бы подвести некие итоги начать наверное было бы правильнее с финансов по шкале от 1 до 10 где 10 эту поездку смог бы себе позволить луч энергии с города владивосток я бы поставил в районе девяточки потому как на своей шкуре я доказал что можно отдохнуть в этом городе очень бюджетно заночевать можно в отличнейшей компании даже на кладбище погода в воронеже чаще всего крутая тепленькая дождика нет даже палатка не нужна 9 баллов и так мы съездили в воронеж нам нужно поставить оценки этой поездки и первая шкала шкала луч энергия где 10 баллов эта поездка которую они смогли бы себе позволить что касается финансового вопроса это 7 баллов как-то не горячо не холодно потому что с одной стороны можно поехать как андрей ночевать на кладбище с орками в трущобах с другой стороны очень много мест которые можно посетить понежиться цивильно сходить вот подняться посмотреть панорамы сходить в классные кафешки рестораны посетить переночевать в нормальной гостинице и быть полностью в комфорте что касается комфортабельности стадиона по шкале романа нагучева где один это страшилище не должно быть в рпл ну скажу что роман где-то как будто бы что-то знал вот я бы поставил четверочку да что касается комфорта перейдем шкале нагучева где один балл это страшилище которого не должно быть в рпл я поставлю 10 баллов потому что это невероятный комфорт там все продумано все есть рядом полиция если что рядом не очень хотелось купить себе пиво и съесть хот-дог но к сожалению кроме семечек и алкомаркета в ближайших окрестностях я ничего не нашел фитнес-зал когда-нибудь выходили после футбола в бассейн сразу вот не выходя с арены сразу бассейну это кайф это кайф и кайф что в это же время рядом закрывают весь алкоголь потому что алкоголя на стадионах быть не должно я такой не нужен хлеб не нужны зрелища что касается зрелищ насколько зрелищно насколько классная атмосфера на стадионе по шкале от 1 до 10 где 10 как говорил валерий газаев доебальники свои закройте вы что делаете козлы вонючие блять охуеть суки ебаные блять да я блять гандоны ебаные шкала газаева от 1 до 10 я бы поставил я бы поставил 8 атмосфера на стадионе атмосфер на стадионе по шкале газаева где 10 баллов это доебальники свои закройте вы что делаете козлы вонючие блять охуеть суки ебаные блять да я блять гандоны ебаные это 9 10 баллов это 10 баллов воронеж что ты боже мой делаешь со мной потому что я охерел но такого не такого не существует вообще ни в мире ни в европе в европе так не болеют я был на дерби в сербии я был на энфилде я знаю с чем сравниваю поверьте мне ну серьезно то есть вот это вот это уровень которым должен стремиться весь российский футбол в воронеж они поют они танцуют они все вместе спала сплачаются сплачиваются и это вообще какая-то небывалая атмосфера которой нет нигде абсолютно серьезно напишите в комментариях если где-то такое есть мы туда обязательно съездим не сомневаюсь что такое надеюсь атмосфера на центральном стадионе профсоюзов в воронеже отлично а единственная смесочка матчев гика конечно бы вне конкуренции вообще чем-либо ну и общий итог по шкале романа широкого от 1 до 10 где один могли бы дома сидеть ёпт ну если не брать в расчет попутчика который мог нарушать свои скажем договоренности которых возможно и не было кстати то я бы поставил даже не знаю сколько бы поставил но на машине туда ехать это смерть вот я поставил три баллы повторять это на автомобиле я бы ни в коем случае не стал я не изучал если там ждд сообщение самолеты может туда летают но на машине я туда больше не поеду ну и вон нахер вот а в остальном все и наконец общая оценка поездки по шкале романа широкого где один балл это могли бы дома сидеть ёпт я поставлю собственно говоря один балл потому что ты никогда не знаешь какую компанию ты поведешь вот в подобной поездке ехать 7 часов по платке может быть не так много но когда вы ты едешь с таким попутчиком это очень долго это неимоверно долго ездил 24 часа в машине ездил больше машине в нормальной компании это время клетал незаметно но когда вот этот гундеж просто постоянно что ты улыбаешься как ты меня заколебал я просто думал я как когда мы заеем к нам ты ловите смешно он смеется не это начало до нас за второго всего второго дня вот он начал мне какие-то уговоры чё ты игра я только его встретил мне про какие-то сырники вот диски ты завтракал а чё мне надо было делать чё мне надо было колобище ехать я должен был нежиться и начались кит и гундит гундит гудит потом сказал что я чё-то обиделся начал мне чё-то говорить вот чё ты смеешься серьезно чё ты смеешься ты можешь что-то сказать мне на этот счет пошел ты нахуй смотри без коммента без этого без нормально все ездили в принципе подписывайтесь на канал обязательно и ставьте лайки колокольчики в комментариях напишите что нибудь все подписывайтесь на наш канал ставьте лайк жмите на колокольчик и обязательно пишите комментарии а лучше несколько без вас наш контент и наш канал не будет продвигаться ну давайте закусимся в комментариях конце концов нам есть о чем поговорить все на связи